Всем привет! Меня зовут Мустафина Ирина, и сегодня у нас расклад для стрельцов с 4 по 10 декабря на неделю. Что ж, дорогие стрельцы, если у вас в этот период день рождения, я вас искренне с ним поздравляю, загадывайте самые светлые свои желания, обязательно празднуйте свой день рождения, ведь вы закладываете в этот день ту энергию, с которой вы будете жить весь год. Поэтому не забывайте веселиться, себя баловать, радовать, окружайте себя только теми людьми, которые вас наполняют и дарят вам вдохновение и ощущение счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. А мы будем смотреть с вами прогноз на картах Таро. Три подсказочки возьмем отсюда. Мы возьмем Маккарта и посмотрим ваши отношения. И также мы возьмем Ленорман и посмотрим, на какую область жизни вам стоит уделить особое внимание на этой неделе. Что ж, давайте начнем. Итак, первая карта. Шестерка мечей. Шестерка мечей говорит о том, что у вас есть мысли и идеи по поводу вашего продвижения и осуществления тех дел, которые смогут вас вывести на какой-то новый уровень. Вы сможете отправиться к лучшим берегам своей жизни. Вы настроены решительно и готовы отправиться в путь. Для кого-то это действительно может означать переезд или какую-то поездку по решению важных для вас вопросов и задач. В любом случае, вас будут поддерживать и вы будете продвигаться медленно, но верно на этой неделе вперед к тому, чтобы ваша жизнь стала легче, проще, интереснее и намного счастливее. Смотрим дальше. Семерка чаш. Семерка чаш говорит о том, что на этой неделе у вас появится очень много желаний, и вы захотите всего и сразу. Может быть выбор из нескольких проектов, из нескольких людей, из нескольких событий, работ, задач, да, и вы будете чувствовать, что я сейчас и это, и это, и это, и всё мне по плечу. Потому что у меня много идей, есть продвижение вперёд. Я готов или готова двигаться навстречу этим переменам, к осуществлению своих мечтаний, своих планов, своих целей и задач. Совет по этой карте – не распыляться. Сфокусируйтесь на решении одной, либо двух задач, одной или двух мечт. Попробуйте решить для начала один или два глобальных насущных для вас вопроса. По этой карте также могут сниться вещи сны, и поэтому для того, чтобы как можно легче и гармоничнее двигаться в новое светлое будущее, задавайтесь вопросом и ищите помощи у высших сил. Когда ложитесь спать, то задайте вопрос, который вам необходимо решить, ответ на который нужно получить, и запомните этот сон. Проанализируйте с утра, и вы поймёте, что там крылось как раз то решение, тот ответ, который вы искали, и который поможет направить поток ваших мыслей на благосостояние и увеличение потока лучшего в вашу жизнь. Что ж. А, ну, кстати, если у вас день рождения, то тогда не переусердствуйте со спиртным, или если у вас уже начинаются новогодние корпоративы, вы куда-то отправляетесь в селение, где пьют, то также постарайтесь не разгуляться, а то будет потом очень нехорошо вам по самочувствию. Держите себя в руках. Шестёрка Жезлов говорит о победе, о том, что вы сможете на этой неделе одержать одну или несколько побед. Вы устремлены в будущее, у вас есть перспективные планы, проекты к тому, что вы хотите, какой лучшей жизни вы себе желаете. Также есть то, что может вас, ну, немножечко расфокусировать, да, и если вы сможете собраться, выделить то самое главное, то самое необходимое, что сейчас поможет вам продвигаться вперёд, именно в этих вопросах, именно в этих мечтах и целях вы сможете одержать победу. Как говорится, и здесь зрители аплодируют, аплодируют, аплодируют. После того, как вы осуществите хотя бы одну мечту или решите один вопрос, который вам необходим, вы можете переходить к следующим, ведь у вас много их на горизонте. Но именно так, постепенно, шаг за шагом, вопрос за вопросом, мечта за мечтой, цель за целью, только так, вам говорят карты, на этой неделе вы можете достигнуть тогда и не одной победы, а гораздо больше, и, может быть, быстрее придёте к тому, что вы для себя задумали. Так, что же, смотрим ваши взаимоотношения на этой неделе. Есть возможность на этой неделе помириться с кем-то, есть возможность того, что вы сможете договориться и соединить, так сказать, то, что разбилось, то, что принесло какие-то разочарования, огорчения, боль. По этой карте советуют разговаривать со своей второй половинкой. Если вам что-то не нравится в поведении или в каких-то отношениях человека, то проще сказать об этом, а не накручивать себя мысленно и не затаивать какую-то обиду и недоговорённость. Не понравилась вам фраза? Остыньте, подумайте, как бы вы хотели, чтобы с вами говорили на ту или иную тему, и расскажите о своих чувствах тому человеку, от которого вы услышали что-то неприятное. Если вам не нравится, как поступает ваша вторая половинка, также чётко сформулируйте сначала мысленно для себя, как бы вы хотели, какое поведение для вас приемлемо от второй половинки. И незамедлительно расскажите об этом. Спокойно, без каких-то гиперэмоций и тем более без обиды в голос. Только так мы сможем выстраивать гармоничные и полноценные отношения. Не бывает сердца наполовинку, да? Нам оно необходимо целиком. Поэтому для начала чётко внутри сфокусируйтесь на себе и на своих ощущениях. О том, какие вы хотите отношения, как вы хотите, чтобы ваш партнёр проявлялся к вам, чтобы он вам говорил, как действовал, может быть, какие подарки вам дарил. И, с другой стороны, обязательно подумайте, на что вы готовы пойти в отношениях, что вы готовы транслировать, как вы готовы действовать, что вы будете предпринимать и как вы умеете любить. Разберитесь в себе, разберитесь в том, с чего вы хотите, и только после этого садитесь за стол переговоров со своим партнёром, со своей второй половинкой и честно говорите об этом. Не забывайте выслушать позицию и второго человека. Только так вместе можно выстраивать чистые, искренние, без взаимообязательств отношения, которые будут полны любовью, гармонией, лаской, нежностью и теплотой. Что ж, давайте посмотрим, на какую область вашей жизни вам стоит уделить более пристальное внимание на этой неделе. На рост, на развитие, на преодоление чего-то. Рассматривайте какие-то препятствия на своём пути к достижению цели или выстраиванию гармоничных отношений, как рост над собой, как на возможность того, что вы можете стать лучше, для того, чтобы расширить свои пути, для того, чтобы расширить свой горизонт, своё видение. Помните, что вы можете отправиться к вашему светлому будущему, которое лежит там, за этой горой. Но для этого вам нужно что-то преодолеть для начала в самом себе, а потом по отношению к этому миру. Становитесь сильнее, становитесь увереннее, выработайте в себе стержень того, каким человеком вы хотите быть и гордитесь своими маленькими победами. Прописывайте каждый день, за что вы можете себя поблагодарить и за что вы гордитесь сегодня собой. Также не забывайте рассказывать о том, за что вы благодарны, за что вы гордитесь теми людьми, которые рядом с вами, кого вы любите и цените, для того, чтобы все преграды на вашем пути расступались, и чтобы ваш рост и уверенность в себе дарила счастье, процветание, гармонию и радость не только вам, но и тем людям, которые рядом с вами. Хорошей вам продуктивной недели, балуйте себя разными мелочами, не забывайте отмечать свои победы и умейте слышать и договариваться с теми людьми, которые вам дороги. Ну а я с вами не прощаюсь, мы увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok